Я буду говорить с позиции антиваксеров. Нельзя сказать, что прямо норма добровольной вакцинации победила. Мы оказались заложниками чужой вакцин. Кто не провакцинировался сейчас, они вступают в очень опасную фазу пандемии. То есть вы считаете, что эта пандемия не способ изведения человечества в ноль, да? Это результат нашего безрассудного отношения к природе, к экологии. В минувшую субботу, 17 июля, были объявлены митинги против принудительной вакцинации. В Астане и Алматы чиновники, панически боящиеся любых митингов, перекрыли все подступы к Акиматам. В Павлодаре, Кокшетау и Петропавловске люди все-таки собрались. Многих полиция, повинуясь инстинкту и приказу, задержала. И тем самым, конечно, не усилила в них желание идти вакцинироваться. Утром в понедельник, 19 июля, президент Укаев на рабочем совещании сказал, мы не можем из-за группы упертых антиваксеров ставить под угрозу здоровье граждан. И в тот же день от упертых антиваксеров прилетела ответка. Группа решительно настроенных женщин прорвалась в Минздрав и напала на двух вице-министров, официального представителя главного санитарного врача республики и девушку-инвалида, сотрудницу приемной. Мы находимся у клиники «Виталем», которая принадлежит иммунологу Алмазу Шарману. Он президент Казахстанской академии профилактической медицины и член Американской академии здравоохранения. Алмаз наш земляк, казахстанец, но в то же время гражданин США. Мы поговорим с ним о вакцинации, и я буду задавать вопросы с точки зрения антиваксера. Начинаем. Алмаз, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Вы болели коронавирусом? Нет, слава богу. Вы привились? Я привился. Когда и чем? Спутником вначале, потом в апреле поехал и привился файзером. Так можно было, да? Конечно. Хорошо. Смотрите, я в принципе не занимаюсь пропагандой, хотя тему коронавируса освещает довольно активно и в прошлом году, и в этом. Я сам тоже привился, поэтому мы с вами говорим без масок. Это было в апреле, и первый и второй укол я поставил. У меня не было осуждения ни тех, кто прививается, ни тех, кто не прививается, но свою дозу хейта я получил. И заметил, что у нас в отношении антипрививочников существует, доминирует такое мнение среди как бы разумных людей. Ладно, их ни в чем не убедишь, значит, мы будем работать с сомневающимися. Но их доля, она весьма высока, она достигает десятка процентов. Никто не знает, сколько точно, но они очень слышны, они очень заметны, как у нас, так и в России. И просто отторгать значительную часть населения я посчитал просто непрофессиональным. Поэтому сегодня я буду говорить с позицией антиваксеров, поскольку очень часто они задают и ставят вопросы не просто разумные и резонные, но и глупые тоже. Я считаю, что любой вопрос имеет право на существование, но когда их отторгают и когда говорят, с ними говорить нечем, их не переубедишь, таким образом мы отодвигаем значительную часть наших соотечественников. Они же не перестают быть гражданами Казахстана от того, что они занимают вот такую позицию. Почему я обращался к вам? Поскольку, увы, медик, то есть рациональный человек, и вы гражданин США. То есть у вас горизонт видения пошире, чем у меня, поскольку я человек местный, провинциальный. И поэтому я вам буду задавать неудобные вопросы. На мой взгляд, одна из причин вот всплеска этого антиваксерского движения в Казахстане, которое в каждой стране имеет свою специфику. У нас специфика заключается в том, что два года назад, в июле 2019 года, был принят кодекс о здоровье. И там, как мне рассказало одно медицинское светило, шли большие дебаты по поводу того, должна ли быть вакцинация обязательной или добровольной. И в конце концов, сторонники добровольной вакцинации победили. Вы были тогда модератором этой дискуссии общественной, и на вас даже жаловались КНБ, что это Америкос вдруг модерирует общественную дискуссию по поводу Казахстанского кодекса о здоровье. Пожалуйста, расскажите, как победила норма про добровольную вакцинацию. На самом деле, Вадим, там формулировка была достаточно компромиссной. Нельзя сказать, что норма добровольной вакцинации победила. А как звучит? Я не помню, честно говоря, как звучит, но по крайней мере там была позиция о так называемом коллективном иммунитете. То есть все мы должны стремиться к коллективному иммунитету. То есть эта позиция, она была отражена, и что сейчас, в общем-то, играет очень важную роль. Поэтому это была сложная дискуссия, и надо сказать, что она имеет такую длительную историю. Она не только в Казахстане, она во всем мире. Действительно, люди, которые выступают против вакцинации, она немалая когорта этих людей. Но на самом деле их не так много, они очень шумные, они очень активные, и поэтому вы совершенно правильно говорите о том, что фокус здесь нужно ставить на тех, кто сомневается, которые пытаются применять информированное рациональное решение в интересах своего здоровья. Я никого не исключаю. То есть я хочу, чтобы зрителями нашей ABC были все сторонники, и противники, и сомневающиеся. Да. И поэтому с нашей точки зрения очень важно, чтобы граждане приняли рациональное решение в интересах своего здоровья. И поэтому я очень приветствую то, что вы провакцинировались. Я считаю, что вы сделали абсолютно правильный выбор, поскольку те, кто не провакцинировался сейчас, они наступают в очень опасную фазу пандемии. Очень опасную фазу пандемии, поскольку риски тяжелой формы заболевания и, скажем, даже летальных исходов у них в разы выше, чем у тех, кто вакцинировался. То есть вы сейчас, так же, как и я, мы надеемся, что мы находимся в более-менее безопасной ситуации сейчас. Алмаз, мы сейчас не будем вставать на тропу пропаганды вакцинации. Я вас верну на скользкую дорожку мою позицию антиваксера. Вот скажите тогда, два года назад, вы какой позиции лично придерживались, что вакцинация должна быть обязательной? Ну, я всегда сторонник был, знаете, таких вот, чтобы граждане принимали самостоятельные разумные решения. То есть я вообще не сторонник каких-то там запретов, принудительных вещей. Поэтому, в общем-то, у меня вызвало большое удивление вот эти вот масштабы, это явление, когда многие граждане выступали против вакцинации, против кори, допустим. Для меня это было немыслимо. Это я не очень понимал. И поэтому, в общем-то, и моя функция как модератора была как-то, вот знаете, именно предоставить всем слово, чтобы выступили. Ну, многие говорят о том, что я больше слова давал министерству здравоохранения. Да, говорят. Вот, ну, было такое. Хотя, в общем-то, там были несколько граждан, которые имели полную возможность высказаться. Мы знаем их позицию. Поэтому, вот повторяясь, я не сторонник каких-то там, знаете, принудительных мер или запретов. Я всегда считаю, что во всех вопросах, касающихся здоровья, человек, он должен выбрать наиболее рациональные решения для себя и для своей семьи. Поэтому, конечно, печально, если это приходится делать, там, знаете, принудительным образом. Поэтому здесь, когда, в общем-то, это все переходит за какие-то рамки, тогда уже во главу угла, уже приоритетом становится общественное здоровье, а не индивидуальное здоровье. Вот там уже, конечно, позиция должна быть уже немножко более такой, знаете, рациональной, так сказать. Вот у вас нечеткая позиция. Хорошо. Тогда скажите, какую позицию занимал тогда же министр здравоохранения Илжан Бертанов? Ну, я думаю, что все министры здравоохранения, оно стояло на позициях обязательной вакцинации. И были компромиссные решения, которые были, в общем-то, связаны с необходимостью коллективной иммунитета. Это означает, допустим, если в детском саду 80% детей, допустим, они привиты, тогда, в принципе, 20% это еще как-то, знаете, допустимо. Но если в детском саду 50% детей не привито, это уже серьезно, это вот уже там возникает проблема с коллективным иммунитетом. Поэтому, в общем-то, в этой дискуссии все разворачивалось именно с этой позиции. То есть, давайте мы договоримся так, что мы все будем стремиться вот к этому коллективному иммунитету. Вот это я тоже называю компромиссное решение. То есть, в данном случае, да, это не обязательно, то есть, это не поголовное какая-то принудительное, да, как там, допустим, всех прийти, взять за руки, да, и заставить. Нет, вас не заставляют. Но если это уже будет не в интересах общества, не в интересах здоровья детей в детском саду, тогда, будьте добры, вас просто в детский сад не пустят. Это уже из области трактовок и интерпретации. Я вам просто приведу один пример из другой сферы, где люди стоят перед альтернативой, обязательной или добровольной. Скажем, в экологическом кодексе 2007 года была норма о добровольной установке измерительных приборов на трубе загрязняющих предприятий, которые мерили бы выбросы в режиме 24,7. В январе этого года, то есть спустя 14 лет, я спросил вице-министра экологии Ахмиржана Примкулова, а многие ли предприятия установили эти датчики добровольно? Он сказал, ни одного. Вот разница. И я вот вижу как раз одной из главных причин в том вот нынешнего активно-ваксерского движения, что тогда не проявили твердость Минздрав, не закрепили обязательную норму, как было при Советском Союзе, это же не только в Советском Союзе, по всему миру вопроса вообще не возникало про вакцинацию детей, допустим, иначе бы давно уже умерли бы адоспы, туберкулезы, полиомиелита, кори и так далее. И сейчас, коль скоро фактически добровольная вакцинация, но народ обязывает, она воспринимается уже не как обязательная, а как принудительная. Что вы считаете по этому поводу? Ну, я высказал свое мнение, я всегда являюсь сторонником именно того, чтобы граждане принимали осознанно и правильное решение, поэтому здесь очень важна такая, знаете, разъясительная работа, убеждения. Мы живем в другое время, в советское время так вопрос никогда не стоял. Сейчас мы живем в демократическом обществе, и поэтому здесь нужно учитывать все отчаяния общества, и в тот момент антиваксовское движение, оно набрало очень сильные масштабы, и я должен сказать, что у них много сторонников и в парламенте, я так думаю, и среди общества, и они очень громогласные, не учитывать это невозможно, поэтому было принято такое компромиссное решение, я считаю. Оно не является, скажем, исключительно в интересах антиваксеров, я считаю, что при должной интерпретации, я не юрист, но при должной интерпретации мне кажется, что имеется возможность так, чтобы максимальное число граждан все-таки получило необходимые прививки. то есть, насколько я понимаю, юристы могут это обосновать достаточно так, чтобы вот как сейчас происходит, допустим, в предприятиях, ну, пожалуйста, как, если вы хотите работать, то у вас две опции, да, там, либо вы езжайте, сдача, работайте дистанционно, но в коллективе вы не имеете права работать. У нас люди не понимают сложных вещей, а я так для себя интерпретирую этот кодекс, что он был рассчитан, вот эта норма, на людей сознательных, которые несут ответственность за себя и за других, а эта норма в таком случае она не исходит из реальности, наш человек понимает только где разрешено, а где запрещено, понимаете? Вот, слишком это сложно. Хорошо, ответ принимается, хотя я не сошел со своего мнения, что один из главных корней торчит вот как раз в этой норме. Переведем дух, сделаем паузу, а вы пока подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты, делайте репосты и присылайте нам донаты. Донаты это то, что помогало нам выходить весь этот год регулярно. Копрахмет, всем огромное спасибо. В Избергемис мы делаем гиперболей вместе. Продолжаем выпуск. Очень много вопросов вызывает вакцина, которую корнемся. Российская спутник Ви. Почему она до сих пор не получила регистрацию во всемирной организации здравоохранения и в Европе, в частности Европейское агентство по лекарственным средствам, так называется, да? Как вы думаете? Насколько мне известно, вот семейная организация здравоохранения, многие международные организации, в том числе Европейский Союз требуют, чтобы производство вакцины было сертифицировано по системе GMP, то есть Good Manufacturing Practice, то есть надлежащая производственная практика. Одно дело, это когда вакцина производится в лаборатории и совсем другое на заводе. Вот для лаборатории существует DLP, Good Laboratory Practice, это лабораторная практика, это тоже свой регламент. Насколько мне известно, российская вакцина Sputnik, которая производится, которая была создана институтом Гамалеи, она не получила этого сертификата международного, который признан был бы Европейским Союзом и Семейной Организации Здравоохранения, Но Наши коллеги из России считают, что она достойна, она получила сертификат Евразийского Союза, который, насколько мне известно, не признается Европейским Союзом. Это немного разные вещи. Подожди, но здесь... И они на этом настаивают. Здесь вопрос просто-напросто соблюсти международные правила, правильно? Ну, совершенно верно, да. А почему Россия уперлась? Нет, ну, вы понимаете, сейчас я не в смысле оправдания, потому что сейчас нужно все очень-то быстро запустить эту вакцину, ее нужно быстро распространить. Она эффективна, она хорошая вакцина, и были опубликованы материалы в журнале Lancet, было показано, что она достойная, она хорошо защищает, она вырабатывает нейтрализующие антитела, то есть в этом плане она достойна. Хорошая вакцина, с моей точки зрения, она лучше, чем даже AstraZeneca, которая получила сертификат GMP европейский и всемирная государство здравоохранения. Ну, вероятно, какие-то, знаете, чисто организационные сложности, или может какие-то политические, или может какие-то амбиции, мне трудно судить, но вот факт остается такой, что вакцина спутник, насколько мне известно, и она вот не получила такого сертификата, а это длительный процесс, чтобы получить такой сертификат, это довольно сложный, это там, знаете, у них там инспектора выезжают, проверки, но сейчас нам некогда этим заниматься, потому что сейчас идут военные действия, поэтому нужно быстро произвести вакцину, но есть такие формальности, которые, вероятно, по каким-то причинам не соблюдаются. процедура есть процедура. Вот объясните мне, Россия что, не хочет проходить, или она еще не успела пройти, или Россия боится, что эффективность заводской вакцины будет ниже, допустим, чем у Pfizer, того же, потому что лабораторная вакцина оценивалась эффективностью по-моему 91,6 процента, да? Вот в чем здесь, почему Россия не хочет соблюдать правила? Другие же соблюдали, вы же сами говорите. Вопросы не ко мне, я полагаюсь на научные данные, которые опубликованы в журнале Lancet, и, кстати, речь идет не об эффективности, а то, что мы называем efficacy, то есть, по сути, клинические испытания проводились на 20 с лишним тысяч людей, добровольцев, это очень, знаете, очень такой запланированный, ограниченный такой, скажем, пул людей, где очень тщательно следил за их состоянием, но он может не отражать то, что происходит в реальной жизни, с тех пор, как начали использовать эту вакцину. И вот по Pfizer я могу сказать, что efficacy вакцины Pfizer составляла на том ограниченном круге, где-то 36 тысяч людей в прошлом летом обследовали, она составляла где-то 91-92%, а в реальной жизни они показали тоже где-то в районе 90%. Я так полагаю, что у спутника возможна такая же ситуация. То есть эффективность и эффект есть, если много разных вещей. В результате того, что Россия не хочет подчиняться международным правилам, мы здесь, в Казахстане, которые колемся спутником ВИ, не можем выезжать в Европу, где спутник ВИ, он не считается. Мы оказались заложниками чужого цена. Так ведь? Ну, пока еще такое решение не принято, насколько мне известно. Какое решение? О том, что будет ли это признано Европой или всеми организаций. Насколько мне известно, сейчас особо никто и не выезжает. Я думаю, насколько мне известно, переговоры ведутся. Я не оправдую ни в коем мере. Я не знаю. Это их решение на самом деле. И как мне выставляется выезжать или не выезжать в Европу, это второстепенная задача. Первостепенная задача это обеспечить защитой, иммунной защитой населения. А дальше уже в этом плане защита обеспечивается. в двух дозах она хорошо защищает даже от дельта варианта. То есть если мы ставим приоритеты, конечно, если вопрос с выездом, тогда, пожалуйста, можете провакцинироваться китайской вакциной, которая, насколько мне известно, признана Всемирной организацией здравоохранения. То есть я не знаю, что главное для человека. Речь идет о миллионах людей, многие из которых никогда не выезжали и не планируют выезжать за границу. Для них важно обеспечить здоровьем, иммунной защитой. И в этом плане, как мне представляется, вакцина спутника, она выполняет свою задачу. Вот Тинжко-европейские государства приняли эту вакцину, да? А что, вопреки международным европейским правилам? Я не знаю. Я слышал что-то про Словакию, про Венгрию. Опять-таки, это чисто политические вопросы Европейского Союза. Я не осведомлен глубоко, почему они так сделали. У меня ощущение, что Казахстан невольно стал заложником вакцинных войн. То, что они ведутся, мы сидим с Россией в одном окопе, и в том числе этот окоп не только медицинский, а и пропагандистский. Допустим, у нас легко транслировались сообщения, что, допустим, вот Астрозенека, она вызывает тромбоз и запрещена в нескольких странах и так далее. Я читаю последние сообщения, у нас уже собирается эту Астрозенеку покупать. Вот как это понимать все? Ну, я бы сказал не о каких-то вакцинных войнах, я бы скорее вел бы разговор о вакцинной дипломатии. Естественно, вакцина «Спутник» это одна из первых вакцин, которая была зарегистрирована, и понятно, что многие страны решили ее закупить. Та же самая ситуация наблюдается и в Китае, то есть они распространяют максимально свой ареал влияния также наблюдаются и, скажем, с индийскими вакцинами. Вот у них там очень самый крупный в мире институт по производству вакцин, это индийский институт сывороток, который начали продавать очень многим странам, а когда возникла у них вот такая трагедия, буквально там пару месяцев назад, у них не хватило сывороток для своей страны. То есть это такой, знаете, процесс, это, скорее всего, вакцинная дипломатия. Ну, что касается, допустим, Соединенных Штатов Америки, я могу сказать, что в первую очередь они решили, поставили задачу обеспечить своих граждан и выпустили высокоэффективную вакцину Pfizer, затем вышла вакцина Moderna МРНК вакцины, они обеспечили в начале граждан своей страны обеспечили вакцинации приблизительно более 50% населения, теперь они сказали, что 500 миллионов доз они готовы уже отдать другим странам. Но здесь тоже вакцина дипломатия идет, то есть они работают над тем, что каким-то образом распространять свое влияние, это, в общем-то, это такой, знаете, это процесс, который в свое время Луи Пастер, когда он работал вот в институте, это был один из путей, каким образом вот так называемую мягкую силу распространять, вся франкофонная Африка была обеспечена французскими вакцинами от бешенства, понимаете, то есть это, естественно, сейчас какие-то геополитические процессы происходят и вакцина явилась какой-то одной из, одним из инструментов этого процесса. Но вот все же, еще раз повторюсь, это для меня, например, как для медика, для ученого, это второстепенно, для меня важно, чтобы граждане Казахстана и России в достаточной степени были обеспечены своей вакциной. И спутник, я считаю, спутник это высококачественная вакцина, она лучше, чем AstraZeneca, она хуже, чем Pfizer и Moderna по эффективности и по многим другим параметрам. Но она неплохо защищает в целом от дикого штамма коронавируса, так же, как и от Delta-варианта. То есть у ней есть перспективы, это современные технологии, а как государства распорядятся, будут ли они распространять вакцину в качестве своей вакцины дипломатии или геополитических каких-то влияний, это уже за пределами моей компетенции. Вот вакцины дипломатии, как вы ее называете, чего больше политики, бизнеса или заботы о здоровье населения? Или может для разных стран это по-разному? Ну, это понятно, что здесь все три аспекта присутствуют, поэтому меня, например, до сих пор удивляет, что население Российской Федерации менее чем 20% граждан проявилось. Здесь несколько факторов существует движение против вакцинации и просто драки в очередях уже показывают. И может быть просто вакцин не хватает. И одно время, насколько мне известно, действительно не хватало этих вакцин, поскольку вакцины производства это чрезвычайно сложно. Это даже не собирать какие-то автомобили, поскольку это живые процессы, нужно выращивать это все в ферментерах. Это довольно такой сложный процесс, и он не на 100% зависит от производственных возможностей. Недавно на заседании правительства президент Тукаев рассказал очень интересную историю. Ну как рассказал? Заинтелеговал дураков типа меня. Сказал, что сорвали поставки Pfizer. Но как истинный дипломат и дипломат вакцинный в данном случае, он не сказал, кто это сорвал. Вы не в курсе этой истории? Я не в курсе этой истории. Это очень печально, что вакцина Pfizer раньше не поступила в Казахстан. Я считаю, что это первоклассная вакцина. И она очень эффективно защищает. Я слышал, что переговоры между компанией Pfizer и Министерством здравоохранения велись начиная буквально с прошлого года. И если бы вакцина Pfizer поступила бы раньше, я думаю, что такого всплеска заболеваемости, то, что мы сейчас наблюдаем, вряд ли было бы. Я должен сказать, что вакцину Pfizer 7 июня уже получил Азербайджан, насколько неизвестно, Украина получает. Многие страны уже вакцинируются, и это очень хорошая вакцина. кто здесь виновен, мне трудно определить это, пускай, я думаю, это уже опять-таки вне моей компетенции, но мне очень жаль, что вакцины Pfizer нет до сих пор. Часто врачи говорят прямо противоположные и взаимоисключающие вещи. Я очень хорошо помню, что вот пристой, когда я вакцинировался, нам говорили наши врачи, что обязательно второй компонент должен быть той же самой вакцины, что и первый укол. Ну вот вы и про себя говорите, что разными вакцинами кололись, да, и в интервью Tengri News приводите пример Ангелы Меркель, который первый укол поставила Астроземика, а второй укол Модерна. А некоторые наши врачи вообще пациентам на ушко советуют не вакцинируйтесь. Вот как понимать, кому людям верить такой ситуации? Моя точка зрения, если спутник, то первую-вторую дозу имеет смысл получить, поскольку первый-второй компоненты у спутника они разные. Там используются разные аденовирусы. Вот в этом ее особенность, в этом ее преимущество перед Астроземикой. Это не просто разные объемы, да? Нет, это разные аденовирусы. Там пятый аденовирус как вектор и 26-й аденовирус. В этом ее инновация, эффективность вакцины. И этот принцип заложен, это давно известный феномен в иммунологии, называется mix and match, то есть смешивать и совмещать называется. И я как иммунолог, я знаю этот принцип, я считал, что смешивание это было бы интересно. Сами говорите, что первые поставили спутник, а второй другую. У меня другие еще причины были, потому что мне нужно было часто, поскольку как я гражданин Соединенных Штатов Америки, мне нужно выезжать в Соединенные Штаты Америки часто, и там как мы обсуждали, к сожалению спутник еще не признан. Поэтому у меня выхода нет, с одной стороны, с другой стороны, я с удовольствием прибился еще вторым компонентом второй вакцины. Вот этот феномен смешивания вакцин, он известен в иммунологии и говорят, что вакцинном производстве при вакцинации он значительно помогает усилить иммунную защиту, то есть он в десятки раз даже усиливает, если бы там одной и той же вакцины. Всемирная организация здравоохранения выступает довольно скептически по этому вопросу. Почему она так выступает? Потому что мы все начнем смешивать, получим две дозы одной, потом две дозы другую, просто человечеству не хватит этой вакцины. Сейчас реально стоит вопрос того, что вакцин в мире не хватает, то есть практически 82% вакцинации сейчас происходит в странах развитых и средним достатком. Допустим, если посмотрим огромное количество стран Африки, Южной Азии, то не хватает вакцин. А мы можем еще туда, в Африку, потому что это будет очаг, вы тут немножко подождите обеспеченные страны, надо думать о мизераблях африканских, это правильно позиция? ВОЗ так не говорит, ВОЗ говорит о том, что это конечно очень важно обеспечить своих граждан своими вакцинами, и ВОЗ создал программу называется КОВАКС, который призывает многие развитые страны, чтобы они предоставляли вакцины для многих развивающихся стран. Сейчас активно в этом направлении работают и Соединенные Штаты Америки, и европейские страны, и предоставляют уже вакцины, и постепенно этот процесс, я думаю, наладится. То есть, по сути, пандемию невозможно победить в отдельно взятой стране. Даже Израиль не смог победить в отдельно взятой стране. И Соединенные Штаты пока в мире бушуют такие очаги. Поэтому это мировая проблема, пандемия, это планетарное явление. Поэтому здесь нужно очень серьезно задумываться о том, когда мы с вами начинаем думать, давайте смешаем это, еще третье попробуем, мы себе можем позволить такие мысли. А в других странах это не до этого. Поэтому здесь и создают очень многие. Допустим, Джонсон-Джонсон, это однокомпонентная вакцина. Это не от хорошей жизни. Ее просто предоставляют, чтобы быстро каким-то образом покрыть максимальное число людей, чтобы что-то они хотя бы получили, чтобы какую-то защиту получили. То же самое спутник Лайт. Это просто первая компонента, это не идеальное решение. Ее создали для того, чтобы, вот особенно в ноябре объявляли, что для развивающихся стран, чтобы что-то хотя бы получили, а дальше уже вдогонку мы это сделаем. То есть это вот, понимаете, здесь мы думаем с разных позиций, разной философии, подходов. У Всемирной организации здравоохранения совсем другая позиция. Они отвечают за весь мир. Мы с вами обсуждаем то, что происходит в Казахстане, в России, в Соединенных Штатах и медике. Можем позволить такие мысли? А другие страны не могут. Вот я нормальный человек. У меня от ваших разрешений медиков происходит просто разрыв мозга. Понимаете? Я очень хорошо понимаю антиваксеров, когда наверху лепилы не могут договориться, уж извините за выражение, куда крестьянину податься в таком случае. И что, кстати, вы скажете о врачах, которые не советуют своим пациентам вакцинируются? Это печально, это ужасно, я считаю. А какие у них вообще, у них могут быть основания, это совет? У них нет оснований. Я считаю, что врач, который принял клятву Гиппократа и там он не имеет никаких оснований выступать против того, что реально спасает жизни. То есть одна из заповедей врача это прежде всего не вреди. В данном случае я считаю, что врачи, которые отговаривают, а тем более которые там медики, которые продают паспорта вакцинации, они реально вредят, потому что вакцинация это единственный путь, каким образом в данном случае, особенно в условиях нынешней волны, можно защититься от реанимации, от летального исхода. Это единственный путь. Другого нет. Нет лекаций, буквально мы все надеялись на рамдосевер, к сожалению, неэффективный. Какой? Альтернатива тому, чтобы провакцинироваться и защитить себя, является просто ждать, когда ты заразишься, кто-то выживет, у кого-то это легче пройдет. Значительная часть людей у них это пройдет очень тяжело, многие попадают в реанимацию и, к сожалению, расстанутся с жизнью. И когда вот такая позиция, она этому способствует люди, у которых априори профессионально заложено то, чтобы они именно убеждали этих людей, чтобы они провакцинировались, это очень печально. Какой диссонанс, Вадим, скажите, в чем диссонанс? Не убеждать, мы поговорим попозже. А пока вот о чем. Я сейчас отдаю себе отчет, что многие мои вопросы выглядят как претензии или как наезды. Я понимаю, что вы не можете отвечать вообще за всю медицину мира, просто наезжать в моя профессия, но все-таки оцените ту ситуацию, когда нет единодушия в мире между медицинскими светилами. Уж какому шеймингу и блеймингу подвергалась всеми организациям здравоохранения, договорились, что на подводке Китая пляшет, не это ли одна из главных причин усиления антиваксерского движения в том, что вот этот самый долбанный плюрализм на самом медицинском верху? Я думаю, что у всех международных организаций, у всех ведущих экспертов, во всех странах нет никакого диссонанса, есть абсолютно четкая позиция, в том числе и у меня, в том, что вакцинация это единственный путь, каким образом можно сейчас одолеть пандемию и защитить людей от заражения и от смерти, вызванной ковидом. Единственный путь, и мы все больше и больше в этом убеждаемся. Второе, это то, что надевать маску, это абсолютно единая позиция, у любой медицинской организации я не видел, кто бы сейчас против этого выступал. Избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию с первого дня, если вы посмотрите мою публикацию на Тенграньюз, еще 7 февраля, за месяц до объявления пандемии, вот именно третьей позиции я и выражал, и я выражал не свою точку зрения, а вот весь консенсус, который существует в мировом здравоохнении. Вы говорите о консенсусе касательно базовых принципов, но плюрализм существует и в одной в голове, я имею в виду казахстанскую медицину, например, сначала нам говорили, что не надо вакцинировать людей пожилого возраста 65 плюс и детей до 18 лет. Сейчас это группы годные для вакцинации, те и другие ее проходят. И вот такого рода разночтений непоследовательность Минздрава, я уже пока не буду трогать статистику, да, вот, то есть, когда у человека происходит разрыв мозга, когда он видит, что ведущий, он не знает точно дороги, вот, чего еще ждать, как не протеста естественного против этого. Здесь я тоже не вижу особых противоречия, потому что, ну, по крайней мере, вакцина спутник, ее клинические исследования проводились на добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Если вы, сколько там, 20 тысяч человек, это был только исключительно вот такой возраст. А, поэтому не рекомендовали, Поэтому изначально, если вот вы провели, допустим, вы уверены в том, что в этой когорте людей, вакцина безопасна, она обладает определенной эффекости, да, эффективностью, да, естественно, вы в первую очередь, да, мы видим, что это, вот эта группа людей, значит, на ней безопасна и на ней это работает. Дальше уже вы сами уже обсуждаете. Ну, допустим, я бы удовольствовал, привил бы своего отца, 90-летнего, да, вакцины спутник, но я этого не сделал, потому что у него много хронических заболеваний, там, много обстоятельств, я сделал так, что люди, которые окружают его, они привились. Я знаю, после того, когда вот вакцина появилась в Казахстане, в марте, да, многие мои знакомые медики, которым за 70 лет, они привились, хотя четких показаний, да, для этого не было. Они привились, потому что они уверены, они, зная свое состояние, они пошли на это и они сумели защититься. То есть это, в принципе, в этом ничего такого нет. Теперь уже следующий этап идет. Допустим, для беременных и кормящих, пока нет показаний, меня часто спрашивают, могут ли беременные и кормящие женщины, да, вакцинироваться. Пока регламент по этому вопросу, рекомендации не установлены. Но я уверен в том, что спустя где-то пару месяцев, да, и это тоже категория, это все в тему время. Вы понимаете, здесь нельзя... А показаний нет, потому что не было исследований на беремендах, да? Да, потому что не было достаточных данных, да, поскольку вы понимаете, почему спутники изначально критиковали, быстро провели вроде какое-то исследование, и 20 тысяч говорят, что вроде как недостаточно. А потом они опубликовали еще одно исследование в феврале, в котором было показано, что достаточное число было обследовано, это были разные, скажем, возрастные группы, разные полувозрастные там когорты людей, и было показано, что она, в принципе, безопасна. То есть, в этой ситуации мне представляется, что основные вакцины, которые сейчас существуют в мире, да, это вот Pfizer, Moderna, AstraZeneca, допустим, Johnson & Johnson, Sputnik, да, они прошли достаточно адекватно. Китайские вакцины их испытывали и в Китае, и в Уругвай, и во многих странах. Конечно, на 100% безопасных вакцин не бывает, так же, как и там лекарств, или БАДов, или чего-то. Естественно, бывают побочные эффекты, но частота их, она чрезвычайно низкая. Это, вы знаете, как удар молнии, допустим, да. Поэтому, Вадим, это все обосновано у каждого, скажем, у каждой рекомендации. Есть вот, я хорошо помню, вот, знаменитый мой коллега Антони Фаучи из Соединенных Штатов Америки, это главный инфекционист. Его сколько ругали, вот говорили, возговор, надевать маски или не надевать маски, там вот было. Потом вообще сказали, что нужно там две маски надевать, потому что такой инфекции никогда не было. Это впервые. Естественно, была растерянность. Многие медики, да, вначале просто не понимали, что происходит. Я скажу вам, в июне, допустим, да, впервые поняли, что лечить эту болезнь можно с помощью антикоагулянтов и с помощью дексаметазона. Я разговаривал с своим другом замечательным, Вячеславом Натальевичем Младшиным, я сказал, вот я узнал, наконец, вот опубликована замечательная статья, можно лечить дексаметазоном, тяжелый. Вы помните, да, что в июне прошлого года было в Казахстане? Мы нашли, мы понимаем. В июне, только в июне стали понимать, что это не просто респираторные инфекции, это воспаление многих органов, многих, скажем, сосудов. То есть за полтора года со временем пандемии столько произошло, мы столько нового узнали вообще человечества. Поэтому с одной стороны, да, понятно, что мы, знаете, это практически в процессе боевых действий, мы узнавали многие вещи, да, сейчас у нас в арсенале есть мощнейшее оружие такое, как вакцина, да, пока вакцину мы не внедрили, да, необходимо соблюдать все противоэпидемические меры. Это однозначная, понятная, всем абсолютно выраженная позиция, которую вот мировые эксперты все страны поддерживают и понимают, здесь нет никакого диссонанса, все единым голосом говорят, понимаете, эксперты. но, к сожалению, не верят, я понимаю, там, это, смотрите, вот от вас я впервые услышал объяснение, почему раньше, вот старшая группа 65 плюс и младшая 18 минус не подвергались вакцинации, потому что в фокусной группе не было таких возрастов, да, вот, вы мне объяснили, но проблема в том, что вот эти непоследовательные решения даже нашего родного Минздрава они никак не объясняются. Во-первых, нет такой традиции признавать ошибки, вообще говорит, что чиновник априори не может ошибиться, хотя в прошлом году ну столько напортачили даже с этой со статистикой, все равно это не признали, выкручивались до последнего, как уже на сковородке, понимаете, вот, вот это непризнание ошибок, ну, если человек, извините, я ошибся, вот ему больше поверят, если он будет приплешься и откажется, да, вот в чем дело, понимаете, не объясняется никак. Ну, я просто, может быть, не в защиту чиновников Минздрава, просто я хорошо знаю, как статистика работает, хотя многие говорят, есть ложь, наглая ложь и статистика, да, это известно такое извлечение, но вы, если я поставите себя на позицию чиновника, Министерства здравоохранения, он руководствуется исключительно отчетными материалами, отчетными данными. И вот, вот этот вот знаменитый, вот этот диссонанс, вот эта неучченная смертность, да, она возникла, когда ученые начали глубже разбираться в этом. теперь уже задача Минздрава прислушаться к тому и применять соответствующие меры, понимаете, прислушаться к ученым. Вот здесь, здесь очень важно, конечно, очень конструктивно работать с чиновниками, с тем, чтобы они принимали меры. И когда у нас публикуется статистика о приблизительно 5600 зараженных, да, на самом деле мы должны понимать, что это гораздо больше, чем эта цифра, потому что очень много среди них неучченных. И вот это чиновники должны держать в голове и принимать решение. Другое, что меня волнует, вот как вы сказали, действительно, почему до сих пор Pfizer, допустим, не попал в страну, вот это меня волнует, это уже в руках чиновника, это они должны были решать. А вот по статистике, вот может быть такая ситуация, я не думаю, что кто-то там лукавил, или кто-то там скрывал, да, это просто, это тупо, вот такой процесс статистической отчетности, который вот так работает. Понимаете, я столько роликов сделал по этой статистике коронавирусной, что не хочу туда ввлекать, потому что это трясина, это просто реальное болото. Мы сейчас с вами в нем утонем. Я один раз чуть попозже к этой теме все-таки вернусь, но все-таки я зафиксирую, что вот это не последовательность, а кручение изверин мозга и необъяснение своих действий, как у нас вот есть человек, главный саленитарный врач Алматы, который уже превратился в интернет-мем, Жандарбек Бекшин, который почти никогда не объясняет своих действий. Вот такая тема. Сегодня в мире по ощущению, сразу скажу, доминирует версия лабораторного происхождения коронавируса. Серьезных доказательств этого пока нет, есть какие-то инсайды о том, что вот из Китая сбежал ученый, который рассказывал, значит, как в Китае изобретали вирус. Такого доминанта в мировом общественном мнении, по моим ощущениям. Я напоролся на ваше интервью от 25 мая, только позже обратил внимание, что это интервью было 20 года, где вы на полном серьезе рассказывали о летучих мышах из города Ухань, с продуктового рынка. Сегодня такая точка зрения кажется неким анахронизмом. Вы изменили свою позицию и остались на ней? Я склонен считать, что вирус мутировал и перешел от животного мира человеку естественным путем. Я не исключаю, что это произошло, кто-то собрал образцы материалов летучих мышей, собрал в китайской лаборатории, музей такой, потом произошла какая-то утечка, кто-то взял и все это распространил. Не намеренно, это чисто какая-то оплошность. Я просто как ученый я не представляю как можно создать такую химеру, которая вызовет столько на данный момент. Когда-то возможно это произойдет. над этим я слышал работает тоже, но не удалось это сделать. Я готов часами рассказывать про этот механизм. Как или зачем вы не можете представить? Потому что у коронавируса приблизительно 30 тысяч нуклеотедных оснований. это РНК вирус. И он мутирует. Он постоянно мутирует. Это нестабильная молекула. И он стабирует. И кстати из-за глобального потепления процесс мутации ускорился. Из-за того, что мы нарушаем окружающую следу. И то, что происходит в организме летучих мышей, которые защищены от таких форм, поскольку у них интерферона много. И вот эти мутации они постоянно происходят. И это спонтанный процесс. И комбинации там триллионы. И чтобы ученому сесть и выбрать эту может быть будущем биоинформатика позволит это сделать. Но именно выбрать ту комбинацию мутации, которая будет болезнетворной и против которой иммунная система будет беззащитная. На данный момент я не представляю как это можно сделать. Ничего же невозможного нет. Тем более если народу на земле слишком много, весь не прокормлен, оставит золотой миллиард, а остальных потихонечку извести вот таким вирусом. Моя точка зрения такая, что все-таки да, идет перенаселенность, идет наступление на природу, столкновение с животным миром, а в животном мире очень много занозных инфекций, которые потенциально могут стать очень опасными и вредоносными для человека. И это предсказывали это лет 20 назад в университете Джонса Хопкинса, где 7 лет работал, в общем-то, многие говорили о возможности, я так особо, знаете, этому не придавал значения, что такое возможно. Многие не придавали этому значения и особо никаких мер даже не предпринимали. В конечном итоге это случилось. Поэтому вот есть два вируса, это вирус гриппа и коронавирус, которые несут в себе вот эту потенциальную угрозу спонтанных мутаций и по мере наступления человека на окружающую среду это будет усиливаться по мере глобального потепления температура она просто идеальная сейчас фон создает для этих мутаций. Поэтому я к чему говорю, что на данный момент по сути источник как это произошло, это утечка произошла, или кто-то в лаборатории создал, или это просто летучая мышь она действительно экскрементами кто-то на уханьском рынке мы должны действительно собраться и упредить чтобы этого не происходило мы должны реально сейчас остановить процесс глобального потепления климатические изменения мы должны охранять свою природу это очень серьезный процесс это глобальная проблема которую сейчас очень серьезно многие ученые многие политические деятели обсуждают если я вас правильно понял вы считаете что это и пандемия не способ изведения человечества в ноль да а от такая ответка от природы за насилие надею всему человечеству так что я так думаю до 2 то что это это результат нашего безрассудного отношения к природе к экологии это прямой результат и поэтому нужно предпринимать что касается первой версии я просто не очень себя представляю зачем это нужно население планеты и так уменьшается я опубликовал статью где четко решается уменьшается да сейчас вот но тенденция рождаемый уменьшаем при роста уменьшается я так думаю что сейчас уже по прогнозам 2050 году население уменьшится будет меньше чем сейчас допустим южной кореи население там уже индекс рождаемости 0,9 там там детей не хватает сейчас это в казахстане бунт какой-то идет абсолютно большинство стран включая кстати даже индию в китае население уменьшится в два раза 2050 году согласно прогнозам это результаты ограничения это частично результат ограничения теперь они не могут даже восстановить в корее не могут уже там они там миллионы долларов направляли на субсидии женщину чтобы они рожали больше детей в корее тому же университеты закрываясь в разное отрицательный рост до 30 на рост это началось скандинавии с европы теперь это уже страны юго-восточной азии то есть смысл там сокращать население же нет наоборот часто и другая задача перед населением ну и я не знаю кому это выгодно понимаете потому что ну до сих пор все таки у нас экономика она во многом зависит от ресурсов а много зависит от производства для этого нужны люди которые что-то производить будут поэтому если мы говорим о каких-то там знаете заговорах глобальных да то просто большого смысла не вижу людям уменьшать численность населения окончание интервью с алабазом шарманом вы увидите в пятницу 23 июля в 19.00 профессор ответит на такие мои антиваксерские вопросы почему вакцинируют без медосмотра почему люди заражаются после вакцинации меняет ли вакцина днк где статистика смертности среди вакцинированных вакцина это наркотик на который нас подсаживают нас первую через вакцину пандемия это хаос с режиссированной мировым правительством и многие другие вопросы подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик для получения уведомлений ставьте лайки и дизлайки пишите коменты и делитесь ссылкой интервью на своих страницах в социальных сетях в группах в пабликах чатах и мессенджерах это лучший способ продвижения контента и присылайте донаты уже почти год вы помогаете делать канал на который никто не может влиять копрах мед огромное всем спасибо без брэгэмис мы делаем гиперболей вместе прощаясь с вами до пятницы с ау бонус дар а ну давай давай и скорее гиперболей оцени новый выпуск на гиперболей гри-гри-гри гиперболей гри-гри-гри это супер